Существует два типа боли, так называемого дискомфорта в жизни, и в зависимости от того, какой тип боли человек чаще всего склонен выбирать, определяется его жизненный успех или жизненный провал. А какую боль склонны выбирать вы? Здравствуйте, с вами снова Ада Конде. Если вы заждались новое видео, то, наверное, вы не знаете, что на веб-сайте проходят интересные программы, в рамках которых я публикую видео, которые кроме веб-сайта я не публикую нигде. А сейчас пришло время раскрыть невероятно важную тему – тему боли в жизни. Сегодня я буду говорить о неком дискомфортном чувстве, которое иногда мы можем назвать чувством боли, страдания или стресса. Как сказал один известный американский бейсболист Роберт Хори, от давления может прорвать канализационные трубы, но благодаря давлению также появляются алмазы. Так вот, сегодня мы и поговорим о том, какой тип давления человеку больше, скажем так, импонирует. Мы всегда живем в состоянии выбора боли. То есть мы либо выбираем ту боль, которая будет нас разрушать, или ту боль, которая будет делать нас сильнее. И в зависимости от того, какую боль человек склонен выбирать чаще всего, почему я говорю чаще всего? Потому что время от времени, ситуативно или в определенных сферах своей жизни мы склонны выбирать другой тип боли, менее нам свойственный. И тем не менее, судьба людей определяется тем, какой тип боли они предпочитают выбрать, особенно в ключевые моменты жизни. Давайте будем использовать сейчас слово дискомфорт. Начнем с того, что у нас есть разрушающий дискомфорт и развивающий нас дискомфорт. Давайте поиграем в игру. Я буду приводить вам примеры, а вы определяйте, какой тип боли человек выбирает в том или другом случае. Пример один. Женщина, которая решилась уйти от вбивающего мужа, который не очень адекватно себя ведет и с которым ей было тяжело. Уйдя от него, она столкнулась с неудобствами, с отсутствием жилья, ей пришлось какое-то время пожить у родственницы, пришлось взять денег в долг и все долги она смогла отдать только через год, когда встала на ноги и устроилась на более высокооплачиваемую работу. Ситуация 2. Женщина живет в тяжелой обстановке с агрессивным пьющим мужем и каждый день проходит через круги ада. Ситуация 3. Человек, работающий на начальника самодора, на месте, где его не ждет никакая перспектива и день изо дня он, пересиливая себя, идет на свою работу. Ситуация 4. Стресс от того, что человек уволился, несмотря на то, что на дворе кризис, просто потому, что не чувствовал своего развития на рабочем месте, да и атмосфера в компании оставляла желать лучшего. И теперь он перед лицом неопределенности. До глубокой ночи ищет новые вакансии, рассылает резюме, ходит на интервью и точно знает, на какую работу он претендует. Ситуация 5. Подросток, заставляя себя, пересиливая, садится учить язык, зубрит новые слова, учит тексты, вместо того, чтобы поиграть в компьютер с друзьями или просто лишние несколько часов повеселиться на улице. Ему звонят, неудобно перед товарищами, да и погулять охота, но вздыхая через нехочу, подросток садится за рабочий стол. Ситуация 6. Огорчение и самоедство, которое испытывает человек от того, что терял время. Зря в те годы, когда можно было выучить языки, заложить мощный фундамент для своего будущего. И сейчас человек полон недовольства и черной зависти к тем, кто в свое время принял правильные решения. Ситуация номер 7. Женщина, которая идет в спортзал, вместо того, чтобы посидеть с книжечкой в кафе с горячим шоколадом и пончиком. Она потеет на беговой дорожке и на следующий день у нее болят все мышцы, но она снова через день идет в спортзал. Ситуация номер 8. Женщина, которая страдает от своего веса, от недовольства своим внешним видом и сокрушается, что себя запустила. Каждый день она смотрит на себя в зеркало и у нее портится настроение. Она не любит свои фотографии, не любит ходить за покупками, потому что каждый раз в примерочной ее огорчает то, что вещи на ней не сидят. На этом остановимся. И я уверена, вы почувствовали разницу между типом боли. Давайте подведем итог и скажем следующими словами, которые однажды сказал Тарасов. Есть два типа людей. Первый тип людей выбирает хорошо сейчас, плохо потом. То есть человек выбирает для себя отделаться более комфортным или привычным решением сейчас, ставя на карту будущее благополучие или шансы быть счастливым. Второй тип людей выбирает плохо сейчас, но хорошо потом. То есть они выбирают сейчас испытать дискомфорт, зная, что это для их будущего блага, потому что сегодняшний или сиюминутный дискомфорт по сути является некой инвестицией или спонсором будущего развития счастья и процветания. Тенденция выбирать тот или иной дискомфорт определяет судьбу человека, потому что один тип дискомфорт разрушает вашу личность, а другой тип дискомфорта создает. Один тип боли крадет ваше будущее, а другой тип боли делает ваше будущее более перспективным, счастливым или дает больший потенциал в будущем. В одном случае вы уважаете себя еще больше, а в другом вы разочаровываетесь в себе, потому что вы себя предаете. В одном случае вы растете, а в другом случае наоборот. В одном случае вам легче сделать смелый шаг в следующий раз, а в другом случае вы еще больше себя ослабляете, поэтому следующий смелый шаг вам будет казаться еще более страшным. То есть мы понимаем, человек, который остается в разрушающих отношениях, ему еще сложнее сделать правильный выбор и выйти из этих отношений, потому что сама ситуация будет постоянно разрушать самооценку, ослаблять человека. А тот, кто вышел из разрушающих отношений, прошел через дискомфорт, через боль, но зная зачем, какими ценностями руководствуются, то в будущем такой человек с большей готовностью и легкостью отстоит свои интересы и научится требовать и принимать к себе новое отношение. По сути, выработает некий иммунитет. Посмотрите на свою жизнь. Какой тип боли вас пугает больше, а какой вы склонны выбирать? Возможно, что-то вы могли бы сейчас в жизни сделать, изменить для того, чтобы пройти через этот трансформирующий дискомфорт. Запомните, люди с благополучной судьбой, успешные, исключительные люди – это те, которые выбирают правильную боль, которые выбирают трансформирующий и усиляющий их дискомфорт. То давление, которое создает алмазы. Казалось бы, что определяет тот или другой выбор? Ответ простой. Не что, а кто. Определяете вы. И я от души желаю вам сделать правильный выбор сегодня. С вами была Ада Конде. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова